Богач и пастушок. В одном селе жил безжалостный, скупой богач. У него было большое стадо овец и кос. Из скаридности он держал только одного пастуха, обременяя его непосильной работой. Когда же наступал срок расплаты, богач обвинял пастуха в том, что он, недоглядев за стадом, причинил ему убыток, выгонял его, ничего не заплатив, и нанимал другого. Вот однажды богач выгнал одного пастуха и стал подыскивать другого. Искал, искал, но никто больше не хочет у него работать. Тогда он нашел безродного мальчика-сироту и взял его в пастухи, сроком на пять лет. За это богач обещал ему дать пять коз с приплодом, когда мальчик стал пасти стадо с большим усердием. Трудно ему приходилось, но он терпеливо переносил все невзгоды. Жил он на лугу, где паслось стадо, в шалаше у озера. Время шло, и пятый год уже был на исходе. Однажды, когда стадо отдыхало и пастух сидел задумавшись на берегу озера, к нему подошел старик с длинной седой бородой, по которой стекали капли влаги. Он поздоровался и, помолчав, сказал, надоела мне вода. Очень захотелось молочка. Не угостишь ли меня? Уважаемый старец. Отозвался пастушок. Хозяин держит на учете все молоко, и я не хочу его обманывать. Но позвольте вас угостить моей долей, она скромна, зато я могу вам предложить ее от чистого сердца. Старик выпил молоко, похвалил, поблагодарил пастушка и исчез в ивовых зарослях. Ночью пастушку приснился странный сон. Как будто стадо его пасется на дне озера, и он там же, при нем. Когда стало вечереть, скотина потянулась к берегу, а он никак не мог выплыть. Тут показался старец, которого он угостил молоком и что-то крякнул козлу, вожаку стада. Козел вернулся, зацепил мальчика за пояс рогами и потащил за собой на сушу. Стадо собралось, и две сторожевые собаки приветствовали пастушка радостным лаем. От этого лая он и проснулся. Солнце уже поднялось, козы и овцы блеяли, напоминая, что их пора доить. Мальчик долго не мог прийти в себя и занялся обычным делом. Наступил последний день службы по договору с богачом, и пастушок стал у него просить обещанных пять коз с приплодом. Но тот и не собирался выполнить договор. Он накричал на пастушка, сказал, что за это время от плохого ухода шерсти у овец поредела, козы стали давать меньше молока, и приплод скота убавился. Пусть пастушок убирается по добру-поздорову куда хочет, пока он не побил его. Что оставалось делать бедняге? Он завязал свои жалкие пожитки в узелок, повесил его на пастуший посох, перекинул за плечо и, чуть не плача, покинул свой шалаш. Богач злобно смотрел ему вслед. Уходя, пастушок заметил, что какой-то козленок отбился от стада, которая уже двинулась к озеру. Козленок, блея, подбежал к пастушку и стал лбом тереться о его колено. Тут мальчик не выдержал и обратился к богачу, отдай мне хоть этого козленка. Богач, торопясь нагнать стада, плюнул вслед пастушку и крикнул, бери, только отстань от меня. Этот паршивый козленок тебе как раз подстать. Мальчик пошел по дороге, сам не зная куда, а рядом с ним, не отставая, бежал козленок. К вечеру пастушок оказался на противоположном берегу озера, у которого он раньше пас стада. Утомленный дорогой он решил переночевать. Набрал сучьев, разжег костер и, подложив узелок под голову, лег спать. Козленок устроился у него в ногах. Два-три раза за ночь мальчик подбрасывал в костер хворост и с просонья окликал собак, псоу-оу-оу. Словно еще пас стада. Проснулся он от утреннего холода. Осмотревшись, увидел, что костер потух, кругом расположилось хозяйское стадо и козел, вожак в упор смотрит на него, а козленок, мотая головой, щиплет свежую травку. В этом месте в озеро впадала речка. Пастух пошел вверх по течению и все стадо двинулось за ним. Так они пришли в горы, откуда вытекала речка. Здесь пастух поставил шалаш и продолжал пасти стадо. Прошло несколько лет. Мальчик стал взрослым, женился на девушке из ближнего села и обзавелся семьей. Теперь у него самого были пастухи, которым у него хорошо жилось, так как он помнил о своей прежней горькой доле.